Добрый вечер, уважаемые телевидцы! Телезрители в эфире телеканала Видное ТВ, программа «Все грани мяча». Наконец-то мы вышли с зимней спячки и теперь можем смело говорить о футболе на нашем телеканале. Состоялись матчи Кубок, матч Премьера, состоялись матчи Лиги Европы, Кубок России. И уже в эти выходные нас ждет старт весенней и заключительной части чемпионата России по футболу. О всем об этом в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Кириллом Музалевским, Евгением Ворониным и Ильей Розенблат. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Ну что, мы соскучились по хорошему футболу или как? Сергей, сразу к тебе вопрос. Или ты совсем не скучал по нашему настоящему российскому футболу? Я по нашему-то соскучился, конечно, но футбол-то шел почти без остановок. Были чемпионаты европейских стран, кубки опять же начались рано довольно феврале европейские. Так что скучать не приходилось так особо. Кирилл, скажи, пожалуйста, вот Сергей сказал, что шли матчи в различных чемпионатах. Тебе интересны европейские чемпионаты? И какие? Ну вот нашему президенту Леониду Федунову не очень интересны. Не бойтесь, ребята. Он так и сказал на кубке матч-премьер, который Спартак с блеском выиграл, что с нетерпением ждет не дождет сначала именно нашего чемпионата. Я с ним абсолютно согласен в этом. Потому что в европейских чемпионатах есть команды, которыми я симпатизирую. Там Ливерпуль, Барселон, их матчи я смотрю. Но наше, оно наше, какое бы оно ни было. Подожди, подожди. Интересно посмотреть игроков сборной. Головин играет в Монако постоянно сейчас. Черышев играет в этом. В Валенсии постоянно выходит, застолбил место. То есть интересно, почему? А английский чемпионат я вообще не говорю. Разве он в Валенсии играет? В Валенсии, да. В Валенсии хочет выкупить, он в аренде. В Ростов он приедет или в Краснодар? Нет, в Краснодар. Друзья, напоминаю, у нас прямой эфир. Вы можете задавать какие-то вопросы, можете обсуждать те или иные темы. Телефоны вы видите на своих экранах. Поэтому давайте вместе и пообщаемся. Жень, скажи, пожалуйста, мы понимаем. Да, европейский чемпионат замечательно. Можно смотреть, следить. А насколько интересно сейчас следить за французским чемпионатом, за итальянским чемпионатом, где уже отрыв первой команды от всех остальных за 15-20 очков. Нет, все равно, конечно, следить за Головином. Вот недавно матч был. Монако играл, я обязательно смотрел этот матч. А за итальянские чемпионаты показывает в основном Ювентус, одну из моих любимых команд итальянского первенства. Поэтому интересно смотреть. Смотреть за Монако, это боль. Боль, какая боль. Но ты знаешь, они сейчас в последнее время очень прибавили. Последние матчи очень прилично играют. И мне понравилось. Сейчас игроки выздоровывают, они докупились. Да, да, да. Поэтому, а то, что соскучился по чемпионатам, ну, наверное, да. Хотелось бы поблагодарить ЦСКА ТВ, которая предоставляла очень обширные материалы, которые были на разных порталах, грубо говоря, в Ютьюбе. Ты очень грубо говоришь на разных порталах. Это самое грубое слово в нашей программе. Я понял. Хорошо. На Видное ТВ. Вот, это уже лучше. На самом деле, показаны были все товарищеские матчи, которые проводил ЦСКА. Об этом тоже поговорим. Да. Нет, просто я говорю, что, естественно, хочется посмотреть уже вот эту команду, которую я видел в товарищеских матчах, уже хочется посмотреть в деле. Жень, а помнишь ли ты турнирное положение команд? Не забыл ли за три месяца? Нет, не забыл, ты знаешь. Помнишь, да? Помню. Ну, молодец. И на каком месте идет ЦСКА, естественно, ты тоже помнишь. Конечно. Пока на третьем. Да. Скажи, пожалуйста, да, вот коллеги рассуждают о том, насколько смотреть интересный чемпионат. Вот честно скажу, для меня сейчас образцом и уже, наверное, последние десятилетия является чемпионат Англии. Сейчас интрига завернута таким образом в чемпионате Англии, что вот смотришь и каждый матч с каким-то восторгом. Кто потерял очки, да, тот же там Ливерпуль, Арсенал, непредсказуемость какая-то. Челси может там 5-6-0. В Европу и не попасть в этом году. Да, проиграть. Вот ты как-то выбираешь по этому принципу? Знаешь, Олег, у меня, может быть, самые такие большие ожидания вот от предстоящего начала возобновления чемпионата России, потому что я себе дал уже второй год подряд за рог не смотреть вообще никакие матчи, кроме чемпионата России, которые я смотрю в захлеб, и практически все матчи без исключения. И просто не смотрю другие матчи, жду чемпионат, уже соскучился по футболу, английский чемпионат. Если вдруг я включаю, то это все невозможно, два часа как минимум. Если нет следующего матча, то до свидания. Поэтому тут просто не смотрю, готов слить за чемпионатом России. За чемпионат, который я больше всего люблю, наш российский чемпионат. Ну что ж, в этом я абсолютно убежден, Илья не одинок, как и наши телезрители, тоже уже соскучились по нашему российскому футболу. Поэтому следующая тема, Сереж, мы с тобой очень часто спорим по поводу того, насколько результаты товарищеских матчей отражают действительно истинную силу команд в преддверии старта чемпионата, либо его продолжения. Если мы говорили статистику, ЦСКА из девяти матчей в семи победил и две свел в ничью. Спартак, например, Кирилл не даст, как говорится, соврать, шесть матчей подряд не может победить в товарищеских матчах, хотя выиграл кубок матча премьера. Есть какая-то взаимосвязь в товарищеских матчах и в готовности команды? Никакой взаимосвязи нет, я считаю. Я опять буду оставить свою точку зрения, потому что, ну Олег, вот смотри, допустим, как Женя сказал, ну я смотрел, да, кстати, показывали, да, ЦСКА по матче ТВ. Матч ТВ, да, я смотрел, с испанцами они играли, получилось так. А Динамо тоже, как и Женя, смотрел по каналу своему Динамовскому, показывали все матчи они на сборах. И, ну, как можно оценивать, если, допустим, вначале они играли как? Выходит в первом тайме один состав, в втором тайме другой состав. То есть у них 25 человек, вот они стараются, еще плюс молодежь привлекают, и как творил. Потом уже перед концовкой сборов они уже начали как-то наигрывать один состав. Ну и тем более не принципиально, знаешь, они могут заменить вратаря, они могут заменить еще в ходе игры там защитника. То есть, ну, как может счет быть? И та же команда, которая играет, тоже самое, занимается такой же игрой. То есть меняет состав постоянно. Ну, и считаю, что непредсказуем счет может быть любой. Хорошо, Кирилл, ты согласишься с Сергеем? А, сейчас закончу, там можно только уловить, вот если Женя, да, он смотрел, он внимательно, я думаю, смотрел, там какие-то связи, как-то новые игроки пришли, как проявили себя, какие-то наигровки. Вот это интересно, да. А счет, Олег, это уже второстепенный. Хорошо, счет второстепенный. Я не соглашусь, поскольку вот то, что ты, мальчик смотрел с испанцами, где мы сыграли 3-3, да? Казалось бы, товарищеская игра, да? Еще, как бы, но в перерыве Гончаренко устроил такой разнос своим футболистам. Не, ну, правильно. Правильно, понимаешь? А проигрывали, что ли? Потому что от этого, от того, что как подготовится команда, это воспитывает дух команды. Не, ну, я соглашусь с тобой. Понимаешь, а здесь молодежь, она должна побеждать. Даже в товарищ, вот ты выходишь в матч, вот мы играем с тобой, мы все равно же играем на победу. Мы не играем для того, чтобы отыграть. Я по жизни такой упертый, я буду все равно там... Да, да, они должны быть такие настроенные на борьбу, заряженные на игру, заряженные на победу. Всегда. Чтобы зарядить, согласен, с тренером, согласен. Да даже во дворе, мы всегда резались. Были такие, во дворе у нас были, которые, ну, что ты бьешься, что ты... Корову, 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 да, корову. Это самое первое. Понимаешь, ну, это от человека зависит. Да, Кирилл, блистательный старт «Спартака», обыгран «Зенит», «Ростов», «Локомотив», и потом какой-то спад пошел. Причем, казалось бы, наоборот, должно было быть. Это на турнире на этом? Да, на турнире. Всех обыграли, а тут команды не самые сильные, почему-то не получается у них побеждать. Я с Сергеем тоже полностью не соглашусь. Причину, почему не получается побеждать, я не знаю. Я, может быть, один только матч смотрел, который был товарищеский, остального просто не видел. Мне кажется, результат важен. Чем ближе к чемпионату, то есть последние игры, обязаны наигрываться основа, и тут уже можно действительно рассмотреть силу команды и то, как она готова. На мой взгляд, последние два-три матча перед началом сезона, они важны и дают реальное представление о силе команды. В связи с этим, конечно, несколько тревожно. Но, с другой стороны, есть такая примета, что выигрывать все товарищеские матчи не очень хорошо. Есть такая советская, да, даже поговорка, такая притча, что те команды, которые выигрывают в стручные матчи в межсезонье, потом борются за выживание. Прилобоноска. А может быть, вы помните... Я немножко за слово. Прилобоноска на команду сборной СССР называли чемпионом по товарищескому. Чемпионом мира по товарищескому. Мы выигрывали практически все матчи. А может, вы помните, когда сборная Италии перед чемпионом мира, которую она выиграла, она проигрывала вообще всем и всем товарищеских матчах таких по... В каком, в 82-м году? Нет, нет, тут в 2006-м, да, когда они стали чемпионами мира? Они вышли там, что мне кажется. Они вышли со скрипом, играли, ну, просто без игры. И чемпионажи тоже самое. Даже сборной России проиграли, если вы помните, по-моему, 3-0. Да, да, да. А потом стали чемпионами мира. Проиграли, ну, до чемпионов мира. Да, да, да. Да, совершенно верно. Ну что ж, мы поговорили с вами о товарищеских матчах. Давайте перейдем и к официальным, тем более они тоже уже стартовали. Я напомню, два российских клуба по итогам прошлого года смогли пробиться в 1-16 финала Лиги Европы. И давайте сами вспомним и нашим телезрителям напомним, как закончились эти матчи. Итак, Лига Европы, 1-16 финала. Краснодар, Байер 0-0. И в Фенербахче Зенит 1-0. Ну, это, естественно, результаты первых матчей. Да, я скажу честно, после этих результатов мне показалось, ну, все, мы пролетели с треском, португальцы нас уже поджимают, да, можем потерять шестое место в европейском зачете. Жень, ЦСКА не прошел, но тем не менее, насколько тебе было интересно наблюдать за нашими командами именно уже в официальных матчах? Я, конечно, переживала за наши команды, потому что это были, скажем так, лидеры чемпионата, нам, как армейцам, на третьем месте, первая и вторая команда. И, соответственно, проход их дальше, только, я думаю, что положительно сказывается на ЦСКА. Не знаю, может быть, это поможет. На ослабление ты работаешь. Да, да, да. А что и показал кубок, да, Жень, прав. Смотрите, как Краснодар сыграл потом с Ростова. Ради плохо сыграл? Нет, хорошо сыграл, но результат ты не дал. Результат не добился. Но игра-то все-таки, нельзя сказать, что Краснодар плохо играл. Я думаю, что Краснодар, может быть, Европу и слил за чемпионат. Он запаниковал Краснодар, потому что на три фронта играть в команде, новичку, то есть опыта тоже нет у него, скамейки тоже большой нет. Понимаешь, тяжело, конечно. Я поэтому думаю, что, да, одна из причин, которые они сделали ставки на Европу. Да, 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 они будут на Россию. Зенит, да, лидер нашего чемпионата. В Фенербахче сейчас идет, если мне память не изменяет, по-моему, они чуть поднялись. Они были на 14-м, сейчас, по-моему, на 12-е место они поднялись в своем первенстве. Казалось бы, невысоко, да. Ну, последний матч 3-3 сыграли, 3-0 проиграли, 3-3 сыграли. Вот, казалось бы, ну, Зенит должен был разбираться с этой командой, учитывая, что они сейчас немножко так, да, не шатко-не валко себя чувствуют. И, тем не менее, Зенит-то, я посмотрел матч еще в Турции, это был, ну, не на высоте, скажем так. Не на высоте, но, тем не менее, вот, если смотреть на сухие цифры, которые остались после первых матчей, 0-0 игра с Байером, мне кажется, это был положительный сход для Краснодара, да и 1-0 в Турции тоже вполне приемлемый результат. Даже по той игре видно было, что Фенербакчев в защите просто никакой. И то, что Зенит выиграет дома, у меня не было никаких сомнений. Самое интересное было посмотреть на Вольбуина, да, вот, который играл с Фенербакчевом. Вольбуина, в принципе, делал игру в первом матче. Бывший игрок Зенита, ой, Динамо, давай уже признаемся. Нет, ну, я, к тому, что он не является игроком основного состава, он тоже не всегда попадает в чемпионате. Ну, Вольбуина, завтра 44 будет. 34 ему, че. Ну, ладно, 32. 32, где-то. 34 ему. 34 уже. Ну, ты же, коврем летит. Ну, короче, он делал игру, да, вот, вроде бы, как говорит Кирилл, возраст, но первый матч сделал Вольбуина, я считаю. Не, ну, это да. И мне был просто интерес посмотреть на обувь. Потому что неудивительно, все-таки он плеймейкер такой типичный. Я даже Кубок Легенд, скажу честно, забегая вперед, смотрел, потому что были, болел за бурную Германию, потому что играл мой любимый игрок Курас. Ну, немножко в финале они как-то... Ну, что Куране, у нас там Аршавин играл, с Оленичевым, с Тихоновым. Вот именно, я поэтому, они так бы выиграли. А Куране до финала отодянул, потому что он забил все мячи, что ли, в полуфинале. Вот мне интересно было. Действительно. Ну, что ж, давайте переходим к ответным матчам. Действительно, были опасения за то, что Краснодар и Зенит не смогут дальше продолжить турнирную, решать свои турнирные задачи. Но все получилось как нельзя лучше. Итак, ответные матчи. Зенит дома обыграл в Финербанче. Хотя были, да, сомнения. Но, тем не менее, Зенит обыграл достаточно уверенно, я бы так даже сказал. Ну, и Байер-Краснодар, счет 1-1, и по итогам двух матчей Краснодар проходит дальше. Коллеги мои, а ведь я даже, честно говоря, не вспомню, когда последний раз мы проходили немецкую команду. Мы могли побеждать, а вот как проходили уже, когда, да, плей-офф идет, я честно скажу, даже не помню, когда мы прошли немецкую команду. В общем, было ли такое? Ну, наверное, было. Вот вы можете себе представить. За последние лет даже я, любитель статистики, сейчас... Ну, да, в следующий раз ты подготовишься, нам рассказать. Можете себе представить, да, даже я в этот момент, в общем-то, поплыл, что называется. Не многие верили, не многие верили, но не только мы. Именно в Байер, в Краснодар, в Байер. Да, и в Зенит тоже. Не мы с тобой, а если посмотреть специалистов, там, журналистов и спортивных деятелей, то не многие верили, что пройдут две команды наши. Думали, что вообще ни одной не пройдет после первых игр, как ты сейчас говорил. Ну, видишь, как получилось, как получилось. Обрадовали нас. Жень, Зенит, как я уже говорил, лидер чемпионата. Оправдывает он надежды на то, что он и дальше останется лидером чемпионата, учитывая вот эти два матча. Ну, игру, на самом деле, он показал хорошую. В ответ матча, действительно, мне показалось, что будет проблематично с той игрой, которую мы показали в первом матче. Ну, Зенит, я скажу так, практически в порядке и готов к чемпионату. Ну, подожди, по одному матчу. Семак уже все, главный тренер, в том плане, что он провел, по-моему, первую свою вот эту проблему. Предсезонную, длинную предсезонную работу. Он подвел команду, на ваш взгляд? Да, безусловно. У Зенита очень солидно смотрелась группа атаки в ответном матче. Ну, в общем-то всегда, наверное. Азмуна с Дзюбой и вот кто у них? Дриуси, да? Еще они взяли-то этого. Аздоев. Аздоев. И Дриуси, они очень хорошо смотрелись. Ну, Илья говорит, что Фенербахче не блещет в обороне, да? Да, возможно, но все-таки в Турции в Турции забить не удалось. И по драматургии качественный матч очень провел. И то, что Фенербахче забил. Сравнял, да, 1-1. Да, 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 да. Это прям просто Зенит подстегнуло. Явно команда готова. А по матчу... Вообще, два матча очень качественных получилось. Я от обоих матчей получил большое удовольствие. Потому что они действительно были такого хорошего, добротного уровня. Особенно Краснодар с Байером, несмотря на 0-0 в течение трех таймов практически. Вот второй матч, смотреть игру двух атакующих команд, всегда большое удовольствие. И то, как гибко и нагло, и не боясь действовал Краснодар, это тоже вызывает большое уважение. Я, кстати говоря, тоже смотрел игру Краснодара с Байером, как раз на выезд, да, вторую игру. И Краснодар-то, ну, я вот так по-простому скажу, ну, возил Байер-то. Вот я не скажу, что Байер претендовал, а Краснодар там забил на последних минутах и оформил, что называется... Ну, а последние минуты, вспомни матча Байер-Краснодар. Ну, там оставалось пять минут. Не, ну, Байер мог бы вырвать победу там. Ну, конечно. В конце концовки у них момент был такой, что сто процентов практически. Там, понимаешь, там результат действительно мог быть и таким, и таким. Потому что и Байер ошибался, и Краснодар ошибался. Я не скажу, что там такая игра была какая-то академичная. Там вот именно и те, и другие как-то играли немножко бешбашенный футбол, мне показалось. Такой футбол, мне кажется, мы и любим. Не, мы-то любим, мы-то любим, да. Ну, ошибок много, потерь много, ну, не знаю. А у вас не бывает такого ощущения, когда вот смотришь матч, и буквально в первые пять-десять минут понимаешь, чем матч закончится? Вот у меня с Краснодаром такое чувство было, как вот начался матч, у меня было сто процентов ощущение, что Краснодар затащит этот матч. С Зинитом, кстати, тоже, но с Краснодаром еще больше. Потому что Краснодар физически был лучше Байера. Он был по игре лучше. Чего ж ты не ставишь? Не игрок я, не игрок. Ты же обращался за некоторыми комментариями. Да, согласен. Ну что ж, наши два клуба прошли в Лигу Европы в одну восьмую финала. Состоялась жеребьевка, и давайте посмотрим, какие команды достались нашим клубам в одной восьмой финала, которая состоится, первый матч и пройдут седьмого марта. Итак, Зенит и Вильяреал, конечно, Вильяреале. Валенсии играл в Вильяреале, а сейчас Валенсии. Он принадлежит Вильяреалу, но в этом сезоне Вильяреал в аренду отдал Валенсии. Валенсия теперь после такой хорошей игры заявила, что хочет выкупить контракт его. Сейчас-то он где играет? В Валенсии. Ты знаешь, он не приедет в Краснодар. Почему? Когда с Краснодаром он приедет. Валенсии играет с Краснодаром. Написано, Вильяреал. Вильяреал играет с Краснодаром. Если можно, еще режиссер эфир, я попрошу вывести эту табличку. Итак, Зенит – Вильяреал и Валенсия – Краснодар. Простите. Раскадровка состава. Да, спасибо большое. А теперь по буквам. Спасибо большое. Друзья мои, испанские команды попались в 1-8 финала. Я, честно говоря, хотел немножко другие команды, чтобы достались. Но, с другой стороны, мне кажется, наши команды только наоборот. Гранды только подталкивают. Олег, ну что удивительного? Нет, знаешь, их просто тупо много, испанских команд. Шанс попасть в руку, в игроках 7-8. Шансы были очень высокие. Учитывая, что Динамо Киев еще, мы не могли с ним встретиться. Да, и попали. Ну, почему нет? Я думаю, будут хорошие матчи. Интересно. Играющие команды обе. В Испании интересно смотреть. Я вот смотрю и тех, и других. Очень интересно наблюдать за ними. Тем более, приедет Черышев, будет играть. Я 100% уверен. В основе. Интересные матчи будут, я думаю. И результативные, я надеюсь. Уже не будет вот этих 0-0, там 1-0. Уже, я думаю, будет... Ты знаешь, Барил Краснодар тоже, тебе полагает, что будет очень результативно. Думали. Вишь ты, ну да. Немцы, я не думаю, что там могли пропустить. Согласен. Коллеги, Испания, проходные команды. Понимаю, что вы, кроме как с Реалом больше не хотите, болельщики ЦСКА, больше как с Реалом ни с кем не хотите играть и побеждать. Но, тем не менее, Валенсия и Вильяреал. Ну, по крайней мере, с испанскими можно играть командами, конечно. Можно, чтобы ЦСКА сказал. Видишь, вообще, это сезон такой... Да. Испанский. Российский. Российский. Да. Российский. Вот ЦСКА положил начало, не надо это. Как со сборной пошло, так и вот и ЦСКА два раза обыгрывал Реал, и Испанию сборную обыграли. Поэтому, я думаю, что почему бы и нет. Надо играть в свой футбол, я думаю, что... И все будет хорошо. Я думаю, да. Отлично. Кстати говоря, с одной четвертой финала уже, по-моему, перестают разводить команды. Ну, из одной страны имеется в виду того, я думаю, что если «Зенит» и «Краснодар» пойдут... А у меня нет, а с одной восьмой, Олег, мне кажется. Потому что я жеребевку смотрел, не разводили, в одной от них были корзины. Там еще говорил, Генич вел, он говорил, что, возможно, и попадут друг на друга. Поэтому с одной восьмой, точно. Ну, может быть. Разве это «Динамо» Киевом? Ну, понятно, но если выйду, то в одной четвертой финала тоже могут... Не хочется, хочется все-таки посмотреть это, разные клубы. Ты хочешь в финале это увидеть, да? Да, вот в финале, да, другое дело. 7 марта будем ждать, наблюдать. Ну, а перед тем, как мы дождемся 7 марта, накануне международного, женского и самого любимого мужского праздника, я абсолютно убежден, что мы здесь поддержим мою мысль. Вот. Начнется чемпионат России по футболу, который стартует уже 1 марта. 18-й тур. Ну, и давайте посмотрим, какие команды сыграют друг с другом в 18-м туре. Итак, Оренбург, Анжи. Стартуют. Урал, Зенит. Арсенал, ЦСКА. Локомотив, Крылья Советов. Рубин, Ахмат. Уфа, Динамо, Москва. Енисей, Ростов. Ну, и вне всяких сомнений, центральный матч Тура, Спартак, Краснодар. Спартак, давайте начнем. Зима, естественно, хоть и 1 марта, но зима все-таки у нас присутствует. Жень, пока не решен вопрос по матчу Арсенал-ЦСКА, где состоится. Не рано начинают 1 марта? Ну, ты знаешь, глядя на другие поля, которые есть у нас в стране. Ты говоришь про стадион «Динамо». Ну, «Динамо» это отдельно. Я думаю, что стадион еще не готов «Динамо», судя по фотографии, которая будет. Но он, по крайней мере, лучше, чем в Туле. Ну, допустим, ЦСКА стадион готов уже. Я думаю, что и «Спартак» тоже готов принимать на своем стадионе. Мы в Уфе играем при русовой температуре на искусственном поле. Я думаю, что стадионы готовы. Те, кто уже давно с этим вопросом связался, чтобы поля были готовы, те уже поля готовы. Смотрите, первый тур 1 марта стартует «Урал». Да, тоже в «Дома» играет. «Дома» играет «Енисей». «Дома» играет. Мы уже 115 миллионов раз об этом говорили. Почему не сделать первые хотя бы туры? Ты читал это в «Рядке», но он сказал, что «Потому». Вот так получилось. Как-то они развели так, что получилось, что летом играют в «Краснодаре», в «Грозном», а зимой играют в «Красноярске». Даже тот же матч «Спартак» – «Краснодар». Понятно, что в «Краснодаре» уже будет нормальная, хорошая погода, абсолютно футбольная, что мы, в общем-то, и видели. Ну, а сейчас в Москве, ну, вот хорошо сейчас потепление. Да нет, похолодание идет. А если, ну, похолодание, надеюсь, уже минус 2, но не будет. Да, минус 12, но все равно неприятно. Да, все равно неприятно. Минус 12, говорили. Ночью, ночью. А что, вы ночью будете играть? А почему нет? Почему бы и нет? Сыграйте ночью. Хорошо. Знаешь, Олег, это же связано с автоматизированными программами, которые календарь составляет, и российские автоматические программы, которые работают, они, мягко говоря, прошлого поколения. У меня есть программистов. Ну, да, но программу-то задает человек. Да. Правильно? Можно поставить вот так, можно вот так поставить, а потом еще. Подожди, сейчас сменится руководитель ФС, я думаю, и не будет порядок. ТЗ, ТЗ. Технические задания. Конечно. Потому что в Америке, например, существуют такие автоматизированные системы составления календаря, например, Национальная баскетбольная ассоциация, в которой одна команда вплоть до 11 матчей может на выезде играть. И все это сделано для того, чтобы наименьшее количество перелетов и нахождение в дороге у команды случилось. И потом долгое время команда находится дома, чтобы и тренировочный процесс какой-то был более налажен. И команда просто физически не изматывалась от дороги. Ну, то есть, ты рассказываешь сейчас, допустим, как существует в КХЛ, да? Ну, три минимума, да. А то по пять играют. Да, да, да. В Сибирь уезжают, там сыграли. Со всеми матчами. Там сам уровень. Да, да, да. Нет, ну, это логично. Да? И это гораздо сложнее, учитывая количество матчей в той же КХЛ, не говоря уже об НБА. Да, мне кажется, в футболе попроще. Нет, наоборот, посложнее. Потому что цикл, скажем так, футбольный, он, грубо говоря, ну, недельный. А у хоккея, да, там, два-три дня, понимаешь? Это, ну, проще, что ли. Потому что ты не будешь оставаться, грубо говоря, на два месяца уезжать, чтобы сыграть с Уралом. Ну, да, им возвращаться приходится. Те уезжают в хоккейные команды, они уезжают в Сибирь. Они-то по этой Сибири пока не прошестят, они в Москву не приезжают. А здесь, получается, они полетели в Красноярск. Следующая игра у них, ну, допустим, в Екатеринбурге, да. Ну, а все равно в Москву возвращаются. А из Москвы уже через неделю... Правильно, потому что недельный цикл. Да, да, ты прав. Если были два-три дня, тогда... Ну, все равно, Жень, можно как-то продумать. Не, можно, можно. Не ставить хотя бы на холодные месяца именно северные эти страны, города. Согласен. Давайте поговорим о трансферах, да. Я помню времена, когда в зимнее трансферное окно, да, к нам приходили достаточно большие игроки, те же Кураневы, Буина, можно вспомнить кого угодно, Харков, Витцер и так далее. Ну, может быть, летом, но сам факт, что приходили в это межсезонье нет ни одного трансфера, вот, о котором можно говорить. Слушайте, к нам приехал, ну, условно, там, Месси. Встречный вопрос. А летом? Какой трансфер хочешь? Да. Скажешь, вот такой звездный был у нас летом? Не было. Вот я и говорю. А в Зенитку пришел? Да нет сейчас таких. Жень, нет звездного трансфера. А Ракицкий? Ну, Ракицкий, да. А, вот, начинаешь? Ну, хорошо. Нет, в Краснодар пришел, ну, один из, там, Сигурдсенов, что называется. Ну, я уже запутался. У них столько Сигурдсенов. Да, в премьер-лиге, не знаю, можно, вся сборная Исландии играет с Норвегией. Да. Какая-то мода пошла на скандинавских игроков у нас. Ну, уровень футбола падает? Нет, я не скажу. Уровень исполнителей, скорее. Исполнителей, вот, вот, правильный ответ. Уровень футбола по матчам Краснодара-Зенита, можно сказать, что даже вырос. Уровень чемпионата России вырос. Если наши команды после зимней паузы проходят таких тяжелых соперников, это говорит о том, что чемпионат вырос. Хорошо, такой вопрос. Если бы в ЦСКА остались, ну, на сегодняшний момент, Эльм, Вернбум, не знаю, Вагнеры, Думбия, играли бы в составе ЦСКА Чалов, Жамалединов, Ахметов. Нет, играли бы они сейчас, эти ребята. Ахметов, кто там еще у нас, Обляков и так далее. Ну, все зависит от того, Олег, вот что, как бы шашечки или ехать, на что тебе хочется больше посмотреть. На результат здесь и сейчас, на игру красивую здесь и сейчас, или на перспективу какую-то возможную. Нет, я хочу сказать, что у Гончаренко играет тот, кто лучше готов, как это не банально звучит, да, но все-таки кто лучше готов, тот играет. Если бы Верблум был лучше готов, чем Обляков или там Ахметов, то играл бы Верблум. Если нет, значит Ахметов бы играл. Олег, и последние несколько лет, последние несколько лет наблюдается все-таки тенденция к тому, что у нас клубы стали меньше тратить на крупные покупки. Конечно. Футболисты здорово подорожали. Да, футболисты подорожали раз. На рынке видно такой ценник, что уже такого звезду не купишь, да, и клубы стали немножко экономить. У нас нет таких действительно ресурсов. Да, фаерплей все равно еще есть, правильно? А? Фаерплей-то есть все равно уже. И фаерплей, да, есть пострадавшие у нас, да, Динамо, Динамо, Турматиф немножко, кто у нас еще там отстранили? А, Кургубин отстранили сейчас, да. И хотя вот сейчас на Ювентус, да, еще кого-то, какие-то клубы Англии, Челси, Манчестер-Сити, да, над ними висит. Но я думаю, что очень богатые клубы, я думаю, как-то они там уладят вопрос, потому что Динамо немножко там юристы плохо сработали, и можно было тоже не лишать команду. Ну, смотрите, по большому счету все наши команды, вот все абсолютно, да, ну, так можно сказать, остались на том же уровне, да, ну, игроков. Да, ну, единственное, что у нас внутренние произошли различные перемещения. Тот же Самедов из «Спартака» ушел в крылья «Самеда», Азмун из «Рубина» перешел в «Зенит». Ну, как бы не самые последние игроки, чего уж тут говорить, да, там еще пару таких переходов из одного клуба в другие. И вот мне кажется, что сейчас какого-то не было даже перерыва в чемпионате, а теми же составами, помните, когда говорили, да, ЦСКА вышел в Лигу чемпионов с одним составом, а начал играть в Лигу чемпионов уже совсем другим составом. Так вот, сейчас наши команды, да, продолжают чемпионат, будут продолжать, ну, примерно в тех же... По крайней мере, костяк у всех остался тот же самый. Да, остался тот же самый. Итак, «Спартак» Краснодар. Кирилл, какие ожидания? «Краснодар» уже провел как минимум три, три, кстати говоря, больше всех уже провел официальных матчей. И тут сразу достается к «Спартаку» Краснодар, который уже почувствовал официальные матчи, что называется, у себя, на глазах, на ногах и так далее. Тяжело, конечно, будет с командой, которая, не сказать на ходу, но более вкатилась в соревновательный ритм. Первый матч всегда волнительный, особенно после такого перерыва тут другого не дано. Вообще, в принципе, если говорить о календаре «Спартака» на март, то, собственно, в марте для «Спартака» многое решится, потому что у нас Краснодар, «Динамо», «Зенит», «Ахмат» на выезде и «ЦСКА». И все в марте? «ЦСКА» по-моему, в начале апреля. Да, «ЦСКА» по-моему, в начале апреля. Да, апреля. Вот такой график, и, собственно, и решится, насколько команда готова, и насколько она может претендовать в этом году на высокие места. Но думать надо о ближайшем мартаме. А, еще будет «Кубок с Уралом», где-то там между. Вот два мальча, первый и второй. По-моему, по два матча тоже придумали. Так что нет, с «Краснодаром» будет сложно, особенно мы в первом туре обыграли их так очень, если не память не знает, достаточно обидно для «Краснодара», который играл по улице «Спартака», но «Спартак» тем не менее победу вез, потому что в этом сезоне было. Да, да, да. Давно уже и «Краснодар», я думаю, очень захочет отмазаться за ту встречу. И тоже команда идет в головки и имеет все амбиции. Они, по-моему, бронзу брали, да, «Краснодар», «Краснодар», они могут улучшить свое достижение. Сейчас «Лига чемпионов» получится. Вот, а по поводу «Новичков», «Спартак» в рамках одного клуба произошло у нас громкое приобретение. Мы купили защитника левого «Айртона» на место, который без малого 10 лет безальтернативно бегает «Камбаров». На его место купили защитника, который очень хорошо себя проявлял. И спрашиваю, зачем «Спартак» купил второго «Зобнина»? Ну да, они внешне чем-то похожи, да. Немножко так, что-то общее есть в чертах. Вот, и появится, наконец, конкуренция, возможно, какая-то вариативность в атаке, потому что этот парень и пасом обладает, и дистанционщик хороший. Вот, так что «Камбарову» есть смысл повысить свой уровень игры. И не переходить в арсенал. Ещенко травмирован у нас и сильно. А кто играет в «Камбарову»? Молодые какие-то, бегают в разных стадиях. Ну, там, Ломовицкий. Да, все же дальше. Молодых тоже. Да. Молодых много. Сереж, у вас первая игра с «Уфой», да? Ну, а потом? Ну, потом. Московское дерби. На новом стадионе. Старейшее дерби. На реконструированном. На реконструированном. На реконструированном стадионе. Всех времен и народов. Расскажи немножко о стадионе. Потому что, ну, получается, по крайней мере, из московских команд «Динамо» последний, кто получил обновленный стадион. Ну, давай начнем с истории тогда. «Динамо» первый стадион в СССР тогда был крупный стадион, который был построен. Еще не было «Лужников». В «Лужников» играли практически все московские команды, если вспомнить историю полистать. Конечно. Вот, не было стадионов. И тем более «ЦСК», допустим, играли до постройки стадиона практически на «Динамо». Потом вот в «Химке» вместе мы играли, потому что «Динамо» на реконструкцию закрылся. И «ЦСК» построил свой. Чем уникален стадион? Стадион уникален тем, что практически это единственный стадион в Европе, который под одной крышей находится два стадиона. Хоккейное поле и футбольное поле. Там даже есть ресторан такой посередине стеклянный, который если вы сидите... Вот только ресторан тебя интересует. Да, очень хорошо. Смотришь налево хоккей или баскетбол, допустим, направо смотришь футбол. Но это для гурманов. Для приглашения сразу идти на стадион «Динамо». Да, да, да. И поэтому про поле я скажу. Женя тут затронул. Поле два года уже лежит и готовое. Хорошее поле. Сейчас немножко травка позеленеет и будет все нормально. Потому что там никто не играл, и поле должно хорошо. Хороший дренаж. Там дренаж, не соврать, три чем-то метров только один дренаж. А само поле находится на высоте 10 метров над уровнем... Море. Не море, а земли. Все равно море. Хоккейное и футбольное поле они на верху немножко находятся. Потому что внизу там торговые рестораны, торговые сети. А внизу большая стоянка 700 машин, Женя. Так что можно приезжать, бронировать. Так что приглашаю всех на стадион. Сам очень хорошо. Каков ценник будет? Ценник, я думаю, на обычный матч будет нормальный. В принципе, по разговору с болельщиками обещают оставить такие же цены. Какая вместимость стадиона? Ну, 27 тысяч где-то вот так вот. Для Динамо это нормально. Вначале планировали, вот у нас Спартак немножко обогнал нас, он раньше построил. И поэтому Спартаку доверили, вернее, еще Спартак строился проведение чемпионата мира. А Динамо было где-то около 50 тысяч там у них строили когда. Да, и Динамо решили немножко понизить стадион, убрали верхние ярусы, крышу понизили. Вот, и поэтому... Ну, по-моему, Локомотив тоже 27. Кстати, концерты будут там приглашают. Ну, ты-то готов идти на новый стадион Динамо? Конечно, я с удовольствием, я с удовольствием хочу обязательно сходить. Я на первый матч обязательно сходил. Я на всех хочу сходить, я и на ЦСКА хочу. То есть, ты хочешь нас пригласить всех, да? На первый матч? Я и на эти сходил бы с удовольствием в стадион, потому что я на новом, кроме Локомотива, этого не был. Но хочется смотреть, сравнить, как, чего. Ну, дай бог, ну, понятно, что первое, как говорится, время может быть какие-то неувязки там, но думаю, потом все решится. Он и Женя тоже рассказывал, тоже ЦСКА был такие же, когда при открытии. Ну, там, я помню, при открытии, ну, просто еще бетонные стены не покрашены. Еще вот такие, да, строительные какие-то были моменты. Но самое главное, вы начали с поля. Да, да, с поля начали. Самое главное, Олег еще сменился, можно сказать так, юридический владелец, стал опять банк ВТБ владельцем. Сейчас все акции принадлежат практически банку ВТБ. Он будет свой сайт дикторов, то есть, уже не будет у нас этих прославленных генералов, будут уже управлять профессионалы, как говорил представитель банка Костин, он не понимает футболе, но хочет набрать хорошую команду менеджеров, которые будут действительно вести бизнес, потому что на этом надо зарабатывать, чтобы студен не простаивал, там будут и бокс, и баскетбол, и хоккей, Динамо будет играть, и концерты проводиться. Даже к концерту сейчас, я знаю, что буквально 14-го числа будет Манавар. Манавар, это да, это серьезная тема. Согласен. Так что приглашаю всех, да. То есть, да, все-таки официально, да, нас приглашаешь? Да, давайте, я был на открытии стадиона «Спартак», был на открытии стадиона на первом матче «Локомотив», надо обязательно сходить на «Динамо». На «ЦСКА» не было? На «ЦСКА» не было. Боже упаси. Жень, готовность «ССКА», «Стадиона», ну, на «ЦСКА», да, хороший газон, и я смотрел совсем недавно, был какой-то ролик, где показывали, как «Стадион» готовится к старту чемпионата. Я думаю, в этом… Нет, я думаю, уже не первый сезон мы там, поэтому я думаю, что «Стадион» будет готов, уже обкатан он, да, уже, поэтому, я думаю, проблем не будет. Это у «Динамо», может быть, какие-то возникают сейчас такие трения, шероховатости надумается о реме. Да, я думаю, к «Десятому» будет там. Да нет, вообще, просто я думаю, что к «Десятому» туру, сыгранному на «Стадионе», все будет уложено. Ну, потому что, сам понимаешь, что… Мелочок, ну, понятно. Мелочок, конечно, там, даже тот же самый выход зрителей тоже нужен как-то… Главное, чтобы «Бакланы» не летали вокруг «Стадиона». Это отдельный «Стадион». Не проливали крышу. Да, да. Ну что ж, друзья мои, мы с вами поговорили о Лиге Европы, о Чемпионате России, который стартует в эти выходные. Конечно, мы соскучились, конечно, мы ждем уже старта, для того, чтобы не только сесть у экранов телевизоров, но и ходить на «Стадион» и живу и воочию переживать за свои команды. А у нас, как говорится, есть за что переживать, волноваться, потому что, ну, те команды, по крайней мере, представители, которые представлены здесь у нас, да, в этой студии, и «Динамо», и «Спартак», и «ЦСКА», и «Локомотив», все наши московские команды претендуют на самые высокие места в Чемпионате России в 18-19-х годах. В следующий вторник мы с вами уже обсуждаем именно 18-й тур, как команды сыграли в 18-м туре, как поменялись те или иные турнирные расклады и как команды действительно подготовились к старту чемпионата и что они показали на футбольных полях. Друзья мои, я благодарю всех вас. До встречи во вторник в 20 часов на телеканале «Видное ТВ». Всего доброго. Пока. Пока. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»